Всем привет! Сегодня полезные советы и приспособления. Поехали! У меня есть обычные пассатижи, которые можно слегка доработать. Зажав их в тиски, беру в руки болгарку и делаю небольшую канавку. Далее плоским напильником ровняю грани под прямоугольник. С помощью такой доработки с легкостью можно перекусывать провода. Да что там провода, гвозди кусаются абсолютно легко. И таким образом немножко прокачали свой инструмент. Хотя бывает из завода выпускаются пассатижи со специальными такими ямками. Возьмем обычный брусок, который зажмем в тиски и сделаем отверстие на 10 мм. Сверху вкрутим обычный саморез. С помощью такой приспособы можно с легкостью очистить провода. В данном случае у меня провод 3х2,5 квадрата. И снять изоляцию таким способом легче легкого. А если нужно и провода зачистить, то сверлим отверстие подходящего диаметра, согласно диаметру провода. Также вкручиваем саморез и быстро и легко зачищаем. Так друзья, для начала хочу поздравить вас всех с наступающими праздниками и пожелать всего самого лучшего. И также хочу сказать вам огромное спасибо реально от души всем тем, кто голосовал за меня на премии лучший диайвай блогер. Я же побывал на этой премии и хочу поделиться своими эмоциями, на которой мне удалось встретиться с крутыми ребятами, провести классное время и побаловаться новыми игрушками. То есть можно было вживую испытать новинки Макиты в деле, либо сфоткаться с гонщицами от Нео. А ребята из Бош вообще замутили необычный бар, где коктейли делали с помощью инструмента. В общем, реально провели классное время. И еще раз говорю вам спасибо, друзья, за то, что меня поддерживаете. Ведь благодаря вам я побывал на такой премии. И надеюсь, что в следующем году мы обязательно туда опять попадем. Ну а сейчас поехали дальше. Если вам нужно быстро скрутить провода, то один край зажимаем в тиски, а другой вставляем в шуруповерт. И простым нажатием кнопки получаем косичку из проводов. Если вам потребовалось обжать провода, а под рукой нет специального инструмента, то вот простой выход. Берем большую гайку, ну подходящего диаметра. Зажимаем в тиски и разрезаем пополам с небольшим зазором. Далее обхватываем. Закатываем гайкой и с помощью тисков прижимаем провод. Таким образом получаем надежное соединение и хороший обжим проводов. Если требуется вытащить гвоздь, а башню у гвоздя снесло в буквальном смысле слова, то установив гвоздодер, сверху зажимаем пассатижами и таким образом вытаскиваем гвоздя наверх. Ну а если нету под руками пассатиж, то не забываем, с помощью гвоздодера можно закрутить гвоздь и спокойно вытащить. Если у вас в мастерской есть лишняя канистра, то не выбрасывайте, друзья. Возьмем нож и разрежем ее посередине с трех сторон. Таким образом получился быстрый и простой органайзер. И теперь спокойно можно сложить весь редкий, но нужный инструмент в один ящик и убрать на полку. Тем самым зная, что весь уникальный инструмент, который нужен редко, но метко, всегда находится под рукой. Так что вот так, друзья. Напишите в комментах, какой совет понравился, а какой нет. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи в новом году и достижения своих целей. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok